Руководитель Акции, полковник Короткевич, здравия желаем. Здравствуйте. Примите наш дар, хлебом земли, земли сибирской. Соответственно, каравай надо передать. Для участия в митинге военно-патриотической акции «Мы – армия страны, мы – армия народа» приглашаются. Главный федеральный инспектор по Новосибирской области, аппаратополномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Юрий Владимирович Семенов. Мэр города Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоль. Начальник управления административных органов администрации губернатора Новосибирской области, правительства Новосибирской области. Кириллов Алексей Николаевич. Начальник партийного отдела Новосибирской митрополии по взаимодействию с верующими военнослужащими, протерея Николай Москалюк. И герой России, Паташо Валерий Серпионович. Уважаемые гости. Митинг, посвященный открытию передвижной военно-батайческой акции «Мы армия страны, мы армия народа» объявляется открытым. Меня в кадр заберем. Меня в кадр. Добрый день, уважаемые телезрители телеканала ОТС. Телеканал ОТС начинает прямую трансляцию на своих ютуб-каналах или в социальной сети ВКонтакте. И сейчас мы встречаем патриотическую акцию, всероссийскую патриотическую акцию. На моей спиной играет гимн и стоит почетный караул. Этот поезд прошел уже практически по всей России. Называется акция «Мы армия страны, армия народа». Здесь сейчас после гимна и торжественного выноса знамени звучат поздравительные и приветственные речи первых руководителей Российской Федерации, первых руководителей региона и города. Ну а дальше я расскажу, что же это за поезд и что здесь можно посмотреть. Для приветствия к микрофону приглашается мэр города Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть. Уважаемые товарищи, новосибирцы, гости нашего города. Сегодня город трудовой доблести, Новосибирск, встречает агитационный поезд под таким правильным очень названием «Мы армия страны, мы армия народа». Мы приветствуем гостей нашего города. Акция проходит накануне юбилея. Юбилея трагических событий для нашей страны. Через несколько дней мы будем отмечать дату начала, 80-летие начала Великой Отечественной войны. Сегодняшняя геополитическая обстановка, складывающаяся вокруг России, она чем-то напоминает 30-е годы накануне войны прошлого века. Правда, технологии другие и война другая. Сегодняшние технологии позволяют без ведения прямых военных действий воздействовать на умы, на общественное мнение, прежде всего, молодежи. Размывать историческую память народа. И дальше совершенно безоружное государство, безоружный народ захватывать и управлять этой территорией. Мы наблюдали это. Наблюдали на примере многих соседей наших, наших братьев, с которыми жили дружно в единой семье Советского Союза. Поэтому проведение подобных акций необходимо, нужно, прежде всего, для сохранения исторической памяти. Посмотрите, как искажают историю на Западе. Им очень неудобно вспоминать, что в 41-м году, 22-го июня, на нас напала не фашистская Германия, а вся Европа. Вся объединенная Европа шла крестовым походом против нашей страны. И защищались мы от них. О нем неудобно это вспоминать. Поэтому они искажают историю. Стараются стереть память. А мы до сих пор раскапываем останки наших героев. Нам еще десятилетия придется заниматься этим очень нужным, необходимым делом, потому что, покуда не захоронен последний солдат, война не окончена. Очень важно, что сегодня в этой акции участвуют наши молодежь. Будущие защитники нашей Родины. Очень важно, что здесь наши ветераны, посвятившие свою жизнь укреплению обороноспособности страны, защите рубежей нашей страны. Это очень важно, чтобы историческая память, она не исчезала, потому что на самом деле это самое главное, самое сильное оружие защиты России. Мы приветствуем всех участников этой акции. Мы желаем, чтобы она прошла в праздничной, особой, патриотической атмосфере. Город трудовой доблести Новосибирск приветствует вас, товарищи. Спасибо, Анатолий Викторович. Слово предоставляется начальник управления административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Алексею Николаевичу Кириллову. Здравствуйте, уважаемые новосибирцы, жители города, области. Приветствую вас по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Стравникова. Действительно, мы являемся сегодня свидетелями огромного события для города Новосибирска, для новосибирского области, в целом для страны. Встречаем эшелон. Министерство обороны, проводя данную акцию, очень четко просчитало, может быть и демонстративно, сейчас показывают всему миру, и вот Анатолий Евгеньевич сказал об объединенной Европе. Действительно, они отслеживают эту акцию, вас уверяю, и смотрят реакцию нашей молодежи, наших ветеранов на эти события. И мы при проведении таких акций становимся более сплоченными, более справедливыми и духовно укрепленными, можно так выразиться. Данный эшелон отражает те события, в тяжкую годину 40-х годов на фронт солдаты отправлялись именно железнодорожными транспортными эшелонами. И помним и знаем о том, как в 45-м году все население страны встречало победителей этими же эшелонами. И пристальная экспозиция в этом эшелоне, она свидетельствует о настоящем состоянии наших вооруженных сил, нашей страны. И мы еще раз убедимся, смотря на эту экспозицию, какая мощь и как мир смотрит с надеждой на то, что мы являемся в том, что наша вчерашняя встреча, она мировое значение имела двух руководителей, двух держав. И наш президент очень четко себя заявил и поставил перед всем миром. За Россию будущее. Россия надежный оплот мира. Выражаем благодарность Министерству обороны от имени губернатора правительства Новосибирской области за проведение таких акций, и мы готовы всемирно способствовать становлению нашей мощи, нашего государства. Спасибо. Спасибо, Алексей Николаевич. Вас приветствует ротерей Николай Москалюк. Дорогие братья и сестры, гости города, общаясь с людьми часто слышишь такие слова. В тяжелое время мы живем, а время легким никогда и не было. Вечные спутники человека, войны, скорби, болезни. Вспоминается Великая Отечественная война, когда действительно было тяжело, по-настоящему было тяжело. 2021 год – это год, юбилейный год рождения святого благоверного и великого князя Александра Невского. Может быть, 800 лет назад было полегче. С юных лет взял меч и с этим мечом прошел свою недолгую жизнь. Он был... Приветствует Герой России Валерий Серпионович Паташов. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Позвольте мне, как ветерану военно-воздушных сил, приветствовать военно-патриотический поезд мобильный по городу Новосибирску прибывшего и от Ассоциации Героев Новосибирского регионального отделения поблагодарить прежде всего представителей Министерства обороны, представителей железной дороги, которые организовали и проводят столь знаковую акцию «Мы – армия страны, мы – армия народа». Само название «Мы – акции», «Мы – армия страны, мы – армия народа» несет посыл, который хорошо знаком из истории. Здесь уже прозвучало, что император Третий, Александр Третий, провозгласил, что у России только два союзника во всем мире. А союзники, которые нас окружают, они в любой момент, трудный момент, они предадут нас и ополчатся против нас. И это мы видим, что эти слова, произнесенные в 19 веке, они актуальны и сегодня. Хочется сказать, что Ассоциация Героев России, она объединяет, прежде всего, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. И от имени Героев Отечества хочется пожелать нашей армии, нашему народу, прежде всего, укреплять единство, дух солидарности во благо нашей России, во благо нашей жизни, наших людей. Спасибо большое. Спасибо большое. Уважаемый почетный гость, я просим вас оставаться. Дорогие друзья, проведение в нашем городе предвижной военно-патриотической акции «Мы армия страны, мы армия народа» приурочена торжественная церемония приема лучших представителей молодого поколения города Новосибирской области в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Движение было создано в 2016 году по инициативе министра обороны Российской Федерации. При поддержке президента нашей страны Владимира Владимировича Путина для мальчишек и девчонок это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля победы. В этот день торжественную клятву юнармейцев принимают командующие Сибирского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Марков Николай Дмитриевич, временно исполняющий обязанности командующего 41-го общевойсковой армии полковник Перепелица Владимир Андреевич, главный федеральный инспектор по Новосибирской области Семенов Юрий Владимирович, мэр города Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть, начальник управления административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Алексей Николаевич Кириллов, протеерей Николай Москалюк и герой России Паташов Валерий Серпионович. Дорогие друзья, приветствуем флаг регионального отделения Всероссийского детско-юншинского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ! Слово предоставляется начальнику регионов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Товарищ начальник штаба регионального отделения Всероссийского движения Юнармия Юнармейцы города Новосибирска к торжественной клятве готовы! Командир Дроздова К применению торжественной клятвы юнармейца приступить! Есть! Вступая в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянемся! Всегда быть верным своему отечеству и юнармейскому братству! Клянемся! Клянемся! Соблюдать устав юнармии, быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки! Клянемся! 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 Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость! Клянемся! Клянемся! Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества! Клянемся! 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 Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины! Быть патриотом и достойным гражданином России! Клянемся! С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца! Клянемся! 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 Уважаемые юнармейцы! В этот торжественный день поздравляю вас с принятием торжественной клятвы юнармейца! Ура! 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 Это мой член юнармейца! Это мой член юнармейяца! Вот, это мой тенаймейц запах! Красиво денежно строй! И гордостью листят знамена! Комбаты рядом ой! Единою судьбой мы связаны с тобой друг Пусть служит России, сужден он тебе и мне Служит Россию в удивительной стране Где солнце новое встает на небесине Причем встречу идут российские войска И пусть военная дорога не века Мы будем верой и радой служить России Уважаемые почетные гости Просим вас провести церемонию вручения Нагрудных знаков юнормейцам Юнормейцы на право! Путь! Поздравляем! 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 Ещё обожаю! Не-не-не Так, стоп! Поздравляем! 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 Поздравляю! 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 Так, руки опустили, у кого нет значка? Владимир Владимирович, вот здесь товарищи? Есть! Да, Майор, еще и тут! Еще у кого? Еще у кого Так Внимали, ребята Все, 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 молодцы Все есть, все есть, спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые юнормейцы, уважаемые команды Юнормия Сегодня у вас Один из самых торжественных дней В вашей жизни У вас сегодня первая присяга Я знаю точно, что у многих это Не последнее У многих будет присяга На верность Нашей родине, Российской Федерации Уже в более взрослом возрасте Поэтому от всей души Поздравляю вас, поздравляю ваших командиров Ну, что можно сказать Нашего полку прибыло Поздравляю вас, спасибо вам Спасибо Торжественный митинг Посвященный открытии Предвижной военно-патриотической акции Мы армия страны Мы армия народа Объявляется закрытым Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Мы благодарим почетных гостей, приглашаем их и ветеранов Посетить выставку Дорога памяти с элементами Олега Олег, пойдем, 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 пойдем Пункт загрузки информации об участниках Великой Отечественной войны Современная армия Итак, телеканал ОТС продолжает прямую трансляцию в YouTube-канале телеканала ОТС и ВК соцсети Сейчас здесь закончился, завершился торжественный митинг в честь встречи этого агитационного поезда Напомню, что это акция всероссийской армии страны, мы армия народа Это не просто поезд Здесь есть несколько вагонов, несколько специальных платформ На которых распределены и указаны не только военная техника, но и тематические выставки Вот, например, здесь можно познакомиться с одеждой и с тем, насколько у нас обеспечена армия Мы видим здесь и сухие байки, и специальную воду, и одежду Но пройдемте дальше, пока на основной площадке будет идти торжественный концерт Мы познакомимся с этим бойцом Обратите внимание Вот эта техника, это не просто макет, это настоящая техника, которая побывала в бою Сейчас мы спросим, как его зовут? Кашлика Макалов А имя? Антон Расскажите, пожалуйста, что за техника на этой платформе, откуда? Данная техника произведена из Сирийской республики, захватена в городе Карра Данный автомобиль использовался, подготавливался для использования качества ЖК-мобиля На базе Камер-1 Боевики запрещенные террористической организацией в России ИТИЛ подготавливали в качестве ЖК-мобиля На момент захвата он был уже заминирован Боевики усилили лобовую часть лобовой атаки В роне листами 10 мм Данный автомобиль был также оснащен дополнительными средствами дистанционного взрывания И подготовлен был водитель-смертник Но так как регулярные войска захватили автомобиль Водитель-смертник не привел в действие данный автомобиль Ну это и слава богу это называется Спасибо большое, мы идем дальше, смотреть что здесь представлено А этот автомобиль также побывал в боях в Сирийской и Арабской республике А также захвачен уже как трофей И показан о том, что война это на самом деле страшно Мы видим пробитый корпус от УПМ В поезде устроено еще несколько вагонов Один из них посвящен подвигу военных врачей В этот год, который у нас и двадцатый, и двадцать первый Пандемийный год Давайте посмотрим Дальше Здесь у нас фото-выставка Удра посвящена И Египте Идем дальше Хочется отметить, что поезд состоит из буквально больше десяти вагонов Каждый из них имеет свою тематическую направленность Вот здесь у нас, собственно, вагон посвященный тем самым юно-армейцам Которые сейчас только что, самые молодые из них приняли клятву юно-армейца Ну, собственно, работа с молодежью в нашей страны Военно-патриотическая работа Это старая добрая традиция, которая продолжается и по сей день Давайте зайдем посмотрим, что здесь у нас находится Вот здесь для молодежи Сборка-разборка автомата Калашникова Фонна выставка И даже небольшой макет танкового боя Ну, а на следующей платформе представлены современные виды вооружения А именно боевой техники уже нашей отечественной российской армии Тайфун К на базе КАМАЗ Боевая машина Класса МФА Тереведение снимает, не стесняется Снимает военно-патриотов Усильная броня и проходимость Также вот мы видим Тактико-технические характеристики Коалиция СВ Расскажите нам, пожалуйста, здравствуйте Как вас зовут? Сергей Сергей, расскажите, пожалуйста, что это за машина боевая для чего предназначена? Это самоходная артиллерийская установка Коалиция Предназначена для уничтожения ядерных средств противника Сухопутных войск, танковых подразделений, противовоздушной обороны и противоракетной обороны Производит боевую стрельбу с тыла То есть она не выезжает на переднюю линию Используется для прикрытия и поддержки огнем Это, я так понимаю, новая версия? Да, это новая, уже последняя версия кирийского вооружения На производство с 2015 года Принято на вооружение Спасибо большое Спасибо большое И у нас, смотрите, там у нас, если я не ошибаюсь, это танк Т-90 Несколько слов, расскажите нам, пожалуйста, о данной боевой машине Что вы хотите узнать? Ну, какие-то тактико-технические характеристики, например, скорость стандартная стрельба Скорость у неё идёт, получается По крещеному месте до 60 км он развивает Скорость стандартная стрельба у него минуты около 6-7 градусов Вы говорите Это, что они неудачно Скорость стандартная стрельба у него Скорость стандартная стрельба у него Используйте на вооружение У нас на пункте, пожалуйста Да, неудачно Спасибо большое И так, уважаемые зрители, я напоминаю, что телеканал ОТС ведёт прямую трансляцию в свой YouTube канал Канал и социальные сети. Напоминаю, что на Новосибирск главный, на наш ЖД вокзал прибыл агитационный поезд всероссийской акции «Мы армия страны, мы армия народа». На этом мы свою прямую трансляцию торжественного начала мероприятия завершаем. Ну а всех жителей Новосибирска, всех гостей города, всех жителей Новосибирской области мы приглашаем сегодня сюда на перрон первого пути ЖД вокзала Новосибирск главный. Потому что этот поезд и все его экспозиции будут находиться здесь до 15.00. Так что приходите, уважаемые друзья, посмотреть не только на экранах своих компьютеров, телевизоров, но и вживую пообщаться с нашими вооруженными силами, посмотреть, чем живет российская армия. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok